Привет! Купили вот такой билет. За 40 рублей. Не знаю, мне кажется, подорога. Дикси вообще не очень любит продавать продукты. Я не имею в виду, что вот такие, которые типа келетч, поэтому дешево. Всё остальное в нём дешёвое, а вот видите, он почему-то продаёт дорого. Всё, давайте откроем. Упаковка шуршащая, для этого славно не есть. Зато он в упаковочке. Просто самые бюджетные. Они без такой упаковочки, они просто в какой-то картоночке лежат. За это плюс. Не знаю, кстати, почему. Я ничего не знаю, в чём разница. Знаешь, с пластиковой упаковкой и картоночкой там, наверное, одинаково. Давайте посмотрим, кто производит. Из Гитвитля, русский бискиц. В общем, дело в Чилипавце. Давайте попробуем из Чилипавца. Я думал, там минологический завод. Но, оказывается, там ещё делают гулеты. Так, я сразу разрезаю его. Ну, здесь вот видно, какой-то джем прямо течёт. Давайте возьмём с края, потому что там обычно всё начинят. Так, ну, начинки очень мало. Я вообще его почти не вижу. Даже самые дешёвые рулеты берёшь. Дешевле этого, там начинки и то больше. Но здесь из плюсов есть какой-то джем. Давайте попробуем. Да, жир хороший, но вот это не жир, потому что в этой консистенции непонятно из чего сделано. По запаху, как и все рулеты, пахнут таким вот непонятным сахаром, каким-то штучками, таким сладким, неприятным ванилем. Но из двух летних он такой, скажу, не такой ужасный. Более меня. По муке, скажу, даже ближе к хорошему. Мука такая, ну, как бы, она такая крахмалистая, рассыпистая. Но чувствуется, что он более такой хороший, как бы. Ну, не то, что есть его невозможно. По баллам бы я поставил на неё 7 баллов из сети. Мне не понравилась упаковка. И вот этот запах вот этих рулетов мне тоже не нравится. В общем, поэтому я поставил 7 баллов. И покупать, в таком случае, рекомендуем. Наверное, нормальный. Мне понравилось вот из этого джема. Обычно вот такой джем ненадёжный, рулетом. Так что это у нас рулет бисквитный, ягодная сортина. Короче, русский бисквит ягодный. Спасибо вам за просмотр. Подписка, палец вверх. Пока-пока.